Добрый день, уважаемые коллеги. Большой привет вам из Москвы и большое спасибо организаторам за приглашение. Я в Питер всегда с удовольствием приезжаю. И сразу, чтобы я не забыла, в конце я хочу, конечно, всех вас пригласить на большую конференцию, которую проводит Ассоциация специалистов по проблемам меланомы. Она будет проходить 17-18 мая в Москве. Сегодня информация о конференции, программа конференции представлена на сайте Ассоциации Меланома.Про. Пожалуйста, приезжайте, мы всех будем рады видеть. Ну, а мое сообщение посвящено иммунотерапии метастатической меланомы. И сегодня, в принципе, мы можем говорить, что все препараты иммуноонкологического профиля, которые зарегистрированы и используются в мире, также зарегистрированы и доступны в нашей стране. Конечно, проблема обеспечения вот этой лекарственной опцией, ну, наверное, пока мы не можем, так сказать, сказать, что она полностью решена. Но, тем не менее, все-таки видим, что все больше и больше пациентов получают это лечение уже не только в рамках клинических исследований или программ расширенного доступа, но и в нашей ежедневной стандартной практике. Ну, просто напомню, что сегодня у нас зарегистрировано 3 иммуноонкологических препарата. Это антисетель А4, моноклональное антитело и пелемумаб, два антипиди моноклональных антитела, пембролизумаб, неволумаб и иммуноонкологическая комбинация неволумаба и пелемумаба. Причем к регистрациям этих препаратов для метастатической меланомы в прошлом году и частично в этом году добавились новые показания, а именно неволумаб и пембролизумаб сегодня зарегистрированы для и адювантной терапии. И у нас есть уже пациенты, которые получают эту терапию по месту жительства. Но, конечно, хотя много сегодня результатов клинических исследований представлено и много обсуждений идет в литературе, на конференциях, но все же целый ряд вопросов на сегодняшний день представляется пока нерешенным. И, наверное, основные проблемы в отношении метастатической меланомы, так если их в общем сформулировать, то это с чего начать лечение, когда и вовремя закончить, и как справиться с нежелательными явлениями, особенно серьезными, выраженными нежелательными явлениями, с которыми мы все-таки сталкиваемся и при использовании таргетной терапии, и при использовании иммуноонкологической терапии. Ну, сразу скажу, что про осложнение я говорить не буду, потому что у нас есть отдельные сообщения. А вот попробуем сейчас обсудить с вами все-таки вот эти первые два вопроса, и так с чего начать лечение. Ну, мы понимаем, что меланома – это у нас гетерогенная болезнь, об этом мы уже говорили, и различные мутации выявляются при меланоме. Но, как тоже уже говорил нам Евгений Наумович, иммунитов, все-таки сегодня мы можем выделить две основные группы меланомы. Это меланома, в основе которой лежит Бераф-мутация, и меланома с мутацией так называемой дикого типа или ее отсутствие. Понимаю, что, конечно, вот эта вторая группа, она гетерогерна, потому что здесь могут быть пациенты, и имеющие цикит-мутацию, и пациенты, имеющие НРАС-мутацию. Но, к сожалению, пока этой группе пациентов повезло, наверное, так, если можно сказать в кавычках, меньше, потому что, несмотря на попытки использования таргетных препаратов в этой группе, вернее, попытки использования таргетных препаратов, ну, в общем, дают нам достаточно скромные результаты. Поэтому на сегодня основная опция для этой категории пациентов является использование иммуно-онкологических препаратов. А вот вопрос, с чего начать терапию пациентам с Бераф-мутацией, он стоит достаточно остро, и дебаты, в общем, продолжаются, и пока такого, скажем, общепринятого мнения нет, потому что как раз-таки у этой категории пациентов есть, как мы уже понимаем, две эффективные опции. Это таргетная терапия и терапия иммуно-онкологическими препаратами. Ну, если говорить вот про первую группу, Бераф-негативная меланома, то исследований, посвященных именно этой или вовлекающих пациентов именно с отсутствием Бераф-мутации, на самом деле не так много, меньше, чем, естественно, для пациентов с Бераф-мутацией, но те исследования, которые проведены, говорят нам именно о преимуществах иммуно-онкологической терапии по сравнению с чем? По сравнению с химиотерапией. Другой опции на момент проведения или начала этих исследований не было. Вот одно из таких исследований сравнивало эффективность Ниволумаба с декорбозином для пациентов, не имеющих Бераф-мутаций. Посмотрите, это уже повторный анализ эффективности этого протокола, насколько различаются показатели и выживаемости без прогрессирования, и показатели общей выживаемости у пациентов, которые получали, начинали, вернее, свое лечение с Ниволумаба по сравнению с теми, кто попал в группу декорбозина. Даже при условии того, что, конечно, часть пациентов, которые спрогрессировали на декорбозине, имели возможность затем получать антипедия антитела. Но это совершенно не привело к выравниванию кривых выживаемости. И поскольку речь идет о первой линии, то, в общем, мы можем сказать, что частота объективного ответа Ниволумаба в первой линии терапии составила 43%. Согласитесь, что для одного, для монорежима, это очень и очень немало. При этом полных ответов тоже у 19% пациентов были зарегистрированы. И что нам важно, что отличает иммуно-онкологическую терапию, это то, что медиана длительности ответа не была достигнута на Ниволумабе. И сегодня мы понимаем, что, конечно, кроме монорежима антипедия антитела, мы можем использовать и комбинированный режим. Пациенты, не имеющие берафмутацию, были представлены в большом родномизированном исследовании, где изучалась эффективность комбинированной иммунотерапии в сравнении с монорежимами Ниволумаба и Ипелимумаба. И вот на первых, на графике общей выживаемости для пациентов, не имеющих берафмутацию, это американская когорта пациентов в этом большом исследовании 0,67. Посмотрите, насколько комбинированная терапия была лучше, чем в отношении общей выживаемости в сравнении с монорежимом Ниволумаба и тем более в сравнении с монорежимом Ипелимумаба. Интересно отметить, что такая же тенденция не была прослежена для европейских пациентов. Вот здесь мы можем видеть, что кривые общей выживаемости для комбинированной группы и для монорежимов практически совпадают. Это очень интересная особенность, которую авторы исследования объясняют тем, что популяции пациентов европейских и американских отличались на момент проведения этого исследования, потому что в Соединенных Штатах Америки в этот момент уже был зарегистрирован Ипелимумаб как опция для пациентов, не имеющих берафмутацию, а в Европе такой регистрации не было. Поэтому большее количество пациентов, имеющих менее благоприятный прогноз, было включено в европейской популяции. Но для чего нам эта информация полезна? Для того, чтобы мы понимали, что все-таки исходная, как бы не была хороша комбинация, как бы она не показывала свою высокую эффективность, но исходные характеристики пациентов перед началом лечения, они, безусловно, сказываются и на эффективности комбинированной иммунотерапии. Ну а вот все-таки как правильно, какая последовательность терапии является наиболее предпочтительным для пациентов, не имеющих берафмутацию, вот на этот вопрос была попытка ответить вот в таком исследовании по изучению соотношения эффективности и стоимости лечения для пациентов, которые принимали участие в исследованиях, в том числе и комбинированной иммунотерапии, и в исследованиях, где пациенты в первой линии получали антисетели А4 антитела и антипидиантитела. Вот посмотрите на эти результаты. Значит, первое, на что надо обратить внимание, общее количество прибавленных лет жизни в зависимости от последовательности терапии, наиболее большую прибавку к общей продолжительности жизни дает последовательность, когда в первой линии терапии используется комбинированная иммунотерапия. И мы видим, что это добавленных более 7 лет жизни. Причем и количество добавленных лет качественной жизни, это тоже очень важно нам у пациентов с метастатической меланомой, также достаточно большое, это порядка 6 лет. А вот если мы следующее посмотрим на то, как стоимость лечения, ну мы хорошо знаем о высокой стоимости комбинированной иммунотерапии, так вот при расчете стоимости лечения на добавленные годы жизни, мы видим, что именно вот такая последовательность в первой линии использования комбинированной терапии, а дальше затем химиотерапии, дает наиболее, так скажем, по сравнению с другими характеристиками, представляется наиболее рациональной. Таким образом, вот и для этой категории пациентов, не имеющих берав мутацию, данные исследования показали, что наиболее предпочтительно это начинать с комбинированной иммунотерапии. Берав позитивные меланомы, я уже говорила, две опции. Отличаются они, ну прежде всего, по механизму действия. Если таргетную терапию мы можем действительно считать, так сказать, в полном смысле этого слова, противоопухолевым лечением, то, потому что мишень, точка приложения препаратов, это мутации, в первую очередь, в опухолевой ткани, то иммуно-онкологические препараты не являются противоопухолевыми препаратами в истинном смысле этого слова. И их эффект реализуется через активацию иммунной системы. Здесь возникает, естественно, проблема и несколько отложенной реализации противоопухолевого ответа. Но таргетная терапия, высокая непосредственная эффективность, к сожалению, достаточно быстрое развитие рефракторности. Иммуно-онкологические препараты, чуть несколько отложенная по реализации ответ, несколько меньше или больше первично рефракторных пациентов. Но возможность получения длительного ответа является очень и очень привлекательным. Ну а вообще имеет ли значение, вот казалось бы, да, у нас есть две опции эффективное лечение. Ну и, собственно говоря, какая разница, начнем ли мы пациента лечить таргетными препаратами или мы начнем иммуно-онкологическими препаратами. В любом случае, у нас есть две эффективных опции. Ну, надо сразу сказать, что пока результатов, которые бы прямых сравнительных исследований на сегодняшний день у нас нет. Хотя они идут и обещают, что в этом году или, возможно, в будущем году вот такие результаты появятся, когда просто идет оценка эффективности вот двух альтернативных вариантов. Первая линия, берав ингибиторы, затем иммуно-онкологические препараты или противоположное начало терапии с иммуно-онкологических препаратов и затем перевод на таргетные препараты. Ну, у нас есть результаты непрямого скорректированного сравнения. В принципе, мы их знаем уже хорошо. И это исследование показало как раз-таки все-таки преимущество именно начала лечения с комбинированной иммунотерапией. Вот эти верхние кривые красного цвета и для общей выживаемости, и для выживаемости без прогрессирования. Мы видим, что примерно в течение первого года здесь различий явных нет с теми пациентами, которые в первой линии получали таргетную терапию. Но дальше, после года, отчетливое преимущество имели те пациенты, у которых все-таки начинали лечение с комбинированной иммунотерапией. В общем, авторами был сделан вывод о том, что начало терапии у пациентов, сбирав мутации именно с комбинированной иммунотерапией, дает им большее преимущество общей выживаемости. Хотя, естественно, что эти данные должны быть подкреплены и перспективными рандомизированными исследованиями. И, в общем, та же группа исследователей провела вот такой же клинический и экономический анализ последовательности лечения у пациентов, сбирав мутации. И, в общем, это исследование тоже продемонстрировало, что начало лечения именно с комбинированной иммунотерапией дает наибольшую прибавку жизни пациентов. При этом каждый год вот этой добавленной жизни имеет меньшую стоимость, чем, скажем, противоположный вариант, когда мы начинаем с таргетной терапии, а затем переходим на антипидиантитела. За счет чего добавляется вот такая существенная прибавка дополнительных лет жизни? Посмотрите, вот за счет вот этого периода, который пациенты не получали никакого лечения. То есть в первой линии, получив комбинированную иммунотерапию, естественно, это средние цифры, дальше более чем 4 года пациенты не получали лечения. Почему они закончили первую линию? Это могла быть токсичность, это мог быть ответ достигнутый, то есть причины были разные. Но важно, что в течение вот такого времени болезнь у них не прогрессировала, и, соответственно, дополнительного лечения им не требовалось. В то время, если мы возьмем противоположную последовательность, то мы видим, что очень вот этот период без лечения, в течение которого пациенты могут обходиться без лечения, он очень и очень маленький, и таким образом суммарное количество добавленных лет жизни, оно значительно меньше, чем при начале комбинированной иммунотерапии. Ну и, собственно, вопрос теперь, ну, казалось бы, все хорошо, комбинированная иммунотерапия прекрасно работает. В чем проблема? Ну, проблемы стоимости мы в этой ситуации оставляем за скобками. Что показало большое рандомизированное исследование, где изучалась эффективность комбинированного режима неволумаба и эпилемумаба в сравнении с неволумабом и эпилемумабом. Сразу надо сказать, что дизайн этого исследования был рассчитан, исходя из того, что эффективность комбинированного режима и эффективность монорежима неволумаба сравнивалась именно с эпилемумабом. Поэтому в этом исследовании невозможно получить, скажем, вот прямое сравнение комбинированного режима и неволумаба. Что показали нам данные? Вот в прошлом году были представлены уже обновленные результаты этого исследования. Они показали, что, да, действительно комбинированная иммунотерапия, во-первых, дает прибавку частоты объективных ответов, почти у 60% он регистрируется. Ну, просто напомню, что комбинированная таргетная терапия дает нам порядка 70% ответа. Медиана выживаемости без прогрессирования на комбинированном режиме 11 месяцев. Конечно, лучше, чем у неволумаба, тем более у эпилемумаба. У 20% пациентов, даже 21% пациентов достигнут полный ответ на терапию. И самое главное, за что мы, собственно, пальму первенства передаем иммунотерапии, посмотрите, какая медиана длительности ответа. 50 месяцев. Тоже просто напомню, что таргетная терапия дает нам медиану объективного ответа, по-моему, порядка 12 месяцев. И только полные ответы имеют медиану около 40 месяцев. Но полных ответов у нас на таргетной терапии не больше 20. А здесь это медиана объективного ответа. Если говорить о влиянии уровня ЛДГ, мы знаем, насколько это важный маркер и неблагоприятного прогноза, и насколько уровень ЛДГ негативно сказывается на результатах комбинированной таргетной терапии. Для иммунотерапии это тоже такой важный маркер. И, скажем, конечно, понятно, что у пациентов с нормальным уровнем ЛДГ наиболее высокая частота объективных ответов для комбинированной терапии это 65%. Даже для монорежима неволумаба это больше, чем у 50% пациентов он регистрируется. Но эффективность любого сегодня вида лечения драматически ухудшается в зависимости от роста ЛДГ. Но даже для такой крайне неблагоприятной группы прогностической, когда уровень ЛДГ составляет больше двух норм, даже у трети пациентов мы можем на комбинированной иммунотерапии получить объективный ответ. И это в два раза больше, чем может дать неволумаб. Я уже не говорю о том, что эпилемумаб в этой группе пациентов не работает вообще. Почему нам это важно? Потому что, несмотря на то, что частота объективного ответа уменьшается, но вот длительность его также остается значительной. В комбинированной терапии она составила более 12 месяцев, более года, а в группе неволумаба даже не была достигнута. То есть, если нам все-таки удается получить объективный ответ на иммуно-онкологических препаратов, то независимо от уровня ЛДГ можем ожидать, что этот ответ будет длительный. Но если посмотреть на кривые общей выживаемости, да, мы видим, что, конечно, общая выживаемость в комбинированной группе была больше, чем в группе неволумаба и тем более эпилемумаба. Но все-таки статистически значимыми различия были именно с неволумабом. А вот отсутствие статистически значимых различий в общей выживаемости между комбинированной группой и монорежимом, это, в общем, вызывает определенную критику и для комбинированного режима. И у некоторых экспертов, так скажем, некоторые сомнения в предпочтительности именно такого комбинированного режима. Но тоже просто хочу напомнить, все-таки в сравнении с таргетной терапией, это пример одного из комбинированных исследований. У нас сейчас есть 4-летняя общая выживаемость на иммуно-онкологических препаратах и 4-летняя выживаемость, например, на комбинации вимуруфенибы и добра... Ой, коби-метинибы и вимуруфенибы. Посмотрите, 53% и 46% нам дает иммунотерапия. В комбинированной группе это всего лишь 35%. Еще один такой момент, который ограничивает использование комбинированной иммунотерапии, это, конечно, высокая токсичность. В комбинированной группе почти у 60% пациентов были зарегистрированы значимые, в том числе и серьезные, и нежелательные явления. В этом плане, конечно, монорежим неволумаба отличается значительно более таким благоприятным профилем токсичности, и такие выраженные явления были всего лишь у 22% пациентов. Токсичность также у третьих пациентов, получающих комбинированную терапию, не дала возможности пациентам продолжить лечение, и оно было досрочно прекращено, в то время как на неволумабе это всего лишь 8%. Но вот последующий анализ интересно показал, что вообще-то вот это прекращение терапии, в том числе и комбинированной терапии, во время индукционной фазы, не сильно сказывается, как оказалось, и на выживаемости без прогрессирования, и на общей выживаемости. Вот здесь красная кривая – это выживаемость безрецидивная тех пациентов, у которых терапия была отменена из-за токсичности. В общем, мы видим достаточно такие близкие показатели. То есть вот в отличие от таргетной терапии, мы можем сказать, что всё-таки развитие иммуноопосредованных нежелательных явлений, но может служить таким косвенным маркёром того, что вообще терапия работает. Хотя, конечно, далеко не у каждого пациента мы такую связь прослеживаем, но тем не менее в целом. Каким образом можно снизить токсичность? Вот с целью показать меньшую токсичность. Ну, понятно, что основной вклад в токсичность, конечно, вносит эпилемумаб, и поэтому исследование СЕИ-209-511, оно изучало переносимость, и в частности, частоту тяжёлых нежелательных явлений стандартного режима, а стандартным режимом является 3 мг эпилемумаба и 1 мг неволумаба во время индукционной фазы. В сравнении с модифицированным режимом уменьшена доза эпилемумаба, увеличена доза неволумаба. Дальше второе, уже поддерживающая терапия, она не различалась в этих двух группах. Действительно, это исследование показало, что частота тяжёлых осложнений при таком модифицированном режиме оказалась почти на 15% ниже, чем в стандартной схеме. И казалось бы, да, я заканчиваю, и казалось бы, вот хорошо, и выживаемость без прогрессирования сильно не отличается, и общая выживаемость не отличается, но всё-таки исследование не было нацелено на то, чтобы оценить эффективность лечения. Поэтому пока мы понимаем, что модифицированный режим несколько менее токсичный, но стандартно рекомендовать его для практики мы не можем. Ну и в заключении просто хочу сказать, что сегодня, конечно, многие, скажем, вопросы остаются нерешёнными, и исследования пока не позволяют, данные исследования не позволяют нам с такой доказательной, скажем, не имеют доказательной базы, чтобы чётко определять последовательность терапии. Поэтому можно, выход находится, это использование такой, скажем, консенсуса экспертов, которые, анализируя все представленные данные, предлагают вот свои рекомендации. Ну, одним из примеров является вот такой алгоритм выбора терапии для пациентов. Представлен, видите, в качестве экспертов выступили ведущие американские специалисты. Ну, самое главное, первое, что они предлагают, это ориентироваться при выборе первой линии терапии на общее состояние пациентов. И если оно достаточно хорошо, то преимущество большинство экспертов отдало именно иммуно-онкологическим препаратам. Причём за комбинированную терапию высказалось 12 из 20 экспертов. Другие эксперты рекомендовали использование монорежимов антипидиантител. В том случае, если у пациента изначально уже есть симптомы болезни, как правило, это связано и с большим объёмом заболевания, с другими неблагоприятными факторами, то вот здесь, когда встаёт как раз вопрос о определении наличия или отсутствия бираф-мутации, и если бираф-мутация есть, то пациенту предлагается или клиническое исследование, или использование комбинированной иммунотерапии. У пациентов, не имеющих бираф-мутации, тоже клинические исследования, или использование монорежимов антипидиантител, хотя и у отдельных пациентов возможно использование комбинированной иммунотерапии, но здесь необходимо оценить риск и пользу. Ну и что ещё? Вопросы, которые сегодня нет окончательного ответа, это когда всё-таки остановите иммунотерапию. Мы знаем, что таргетная терапия, как правило, продолжается до прогрессирования или развития токсичности, а вот в отношении иммунотерапии существуют разные мнения, но консенсус единого мнения так и не выработал, потому что особенно это касается тех пациентов, у которых был объективный ответ или полный ответ достигнут, или длительная стабилизация. Продолжать лечение, закончить его через год, закончить его через два года, ответа на это нет. А когда мы её останавливаем, это если мы видим у пациента или развитие выраженных осложнений, или ухудшение общего состояния. В том случае, если прогрессирование выявляется по данным обследования, но нет снижения статуса ЭКО, иммунотерапия может быть продолжена, ретроспективные исследования говорят, что это тоже может увеличивать общую выживаемость пациентов. Ну, заключение понятно. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова